Конституционный суд Украины соберется на специальное заседание, чтобы рассмотреть вопрос увольнения главы КСО Александра Тупицкого. Накануне его отстранили от должности на два месяца указом президента Владимира Зеленского. В Конституционном суде, говорят, уволить председателя может только сам орган на специальном пленарном заседании. О событиях, которые привели к конституционному кризису, расскажут мои коллеги. 27 октября Конституционный суд Украины принимает решение, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу в стране и ставит под угрозу и процесс вступления Украины в НАТО и евроинтеграцию. Конституционный суд принял решение по звернению народных депутатов, где растолмачив на свой рост бачение певных статей законов Украины, которые приводят очень большую количество людей от ответственности за недекларирование своих статков и вообще от ответственности за те деньги, за те деньги, на которых они сегодня в большой количестве живут. Президент Украины сразу же отреагировал на эту ситуацию, сразу же в тот же день произошло заседание Ради на безопасность и обороны. Треба дать депутатам, они приняли соответствующий законопроект. Но президент Украины считает, что это недостаточно и для того, чтобы поселить эту ответственность за недекларирование чиновниками своих статков. Следующий шаг сделали народные депутаты, обращаются в КСУ. Всем судьям, поддержавшим отмену ответственности за лож в декларациях топ-чиновников, предлагают добровольно сложить свои полномочия. Но отставок так и не последовало. Председатель КСУ Александр Тупицкий продолжает держаться за свое кресло даже сейчас, после того, как офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении в попытке подкупа свидетеля. В итоге президент на два месяца отстраняет Александра Тупицкого от должности. Ви знаете, что мы собрали за 226 подписами звернення до Конституционного суду с закликом добровольно піти у отставку, потому что сейчас немае суспільной довери до цієї институции. Это целиком логичное завершение этого процесса, что он должен пойти в отставку, хотя бы тем временем, для того, чтобы следствие могло закончить свою работу. И потом, в конце концов, суд должен установить, или он был виноват, или он не был виноват. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Венеславский уверен, человек, которого подозревают в совершении столь серьезных преступлений, не может занимать должность главы КСУ. Голове Конституционного суду Украины, пану Тупицкому, оголошено про подозру про вчинение злочину, предпоченного двумя статьями Криминального кодекса Украины. Это говорится о злочине против правосудия, введение в уману суду и перешкоджение святку, эксперту, специалисту от заявления до суду, або перешкоджение в наданной показе в суду. Ныне председатель КСУ Александр Тупицкий, а в 2006-2010 годах районный судья Донецка по данным следствия причастен к махинации с приватизацией Зуевского энергомеханического завода. В качестве вознаграждения Тупицкий получил часть акции предприятия, а в 2018-м попытался скрыть свою причастность, подкупив свидетеля по этому делу. Татьяна Сули, Телеканал Дом. Редактор субтитров А.Семкин